Мы находимся на очень интересной выставке в музее Москвы. Здесь представлены, я бы сказала, реминесценции или какие-то вариации на тему одежды, официальной одежды разных эпох. Автор словно иронизирует над серьезностью, над помпезностью, над уровнями карьерной лестницы, социальной лестницы, ради которой люди жертвуют все эти медали, артена, помните во всех этих гогольских, та же самая шинель, тот же самый нос, все эти чиновники, как они раньше в царской России, 14 колледж, это 14 было, табели о рангах, и вот, например, Пушкин был, 14-й колледжский ассессор, царь дал ему ради того, чтобы Натали можно было на баллы привозить, а так бы мог и не давать. Вот, сейчас вот это все представлено здесь, в таком вот виде гротескном, ироничном, красивом, очень выразительном. Вот здесь вот женщины, скажем, да. Ворфа с нескольких мужчин победила, чтобы получить это все. Предположим, такая идея может быть. Здесь тоже вот человечек. Какой-то необычный. Очень необычная выставка. Оригинальное прочтение одежды, оригинальное прочтение контекстов. Это тут и какие-то царские регалии одежды. Рассматриваются и советских времен. Вот звездочка. Представлена здесь. Смешанные, такая, разноплановые серпы. Вот здесь вот представлена тоже традиционно, такой советский атрибутике. Чон. Честному воину. Честному воину, я объясню. Два, три, четыре, пять, шесть, семь. Восьмик, конечно. Звезды святые. Ощущение такое, что с одной стороны, да, действительно, нет ничего святого. Все обо всем иронизируется. Все это превращается в декорацию, в какой-то карнавал. И в то же время это несказанно красиво. Некоторые работы по-настоящему представляют собой, может быть, исторический даже смысл, историческую ценность, ордена, медали. В смысле, что они останутся как художественная атрибутика. Но все равно у меня остался какой-то такой осадочек немножко в душе, что вроде как неприлично это осмеивать. Шкафы Москвы называется. Это выставка. Цветков, Дмитрий Цветков. Работа 2018 года. Мерелин Моро в виде мишки. Помните, у нас была Олимпиада в 1980 году? Ну и здесь тоже Аленка обыгрывается, конфета, шоколадка. Очень интересно. Штаны с лампасами. Такой милицейский, я бы сказала, вроде генеральский наряд. Ну, одежда, да, конечно, очень много говорит о своем владельце. Одежда, которая имеет статус, форму, не форму. Она тем более очень много говорит о своем владельце. Раньше в одежде закладывалось как письмена. Узоры несли определенный смысл. Если крестьянка вышивала какие-то ритмы, разные народы несли разные свои какие-то определенные последовательности фигур, можно было прочитать, кому принадлежит, какому народу, какой уровень, скажем, занимает купеческий или крестьянский. Сейчас все смешано. И мы идем, в общем-то, на поводу, скажем, ну и тех же итальянских модельеров. Тучка Пана, Гуче и все в этом духе. Или французы Шамель и тому подобное. Это немножко напоминает мусульманских Шамаилов. Но в середине такой стоит рубалист. Там даже, по-моему, такие реминесценции с мусульманскими письменами Олива. И вот здесь тоже очень красиво. Возьем гранат, например. Ну это уже чисто художественное масло. Моя точка здесь не представляет ценность. Художественные такие франаты. Это очень красиво. Просто бесконечные идей, количество идей. Люди ходят на выставки очень много сегодня. День посещения музея бесплатно. Ну вот такая Шинель, например. То ли Шинель, то ли вечернее платье. Наверное, многих дизайнеров вдохновит подобный подход в МИ-30. Светково. К форме на одежде. Такое вечернее платье. Вот, может, даже я отела бы, когда была у мамиши. Ну вот, я думаю, что выставка. У моей мамы было такое платье расшитое. Я даже его носила еще в 15 лет. Это очень красивый бисер, шитье, шелк. Как-то сверху так наложено. Разные вещи. И вот среди такого, скажем, статусного, видоизмененного подхода к одежде, когда одежда говорит о статусе своего владельца, такая ирония. Гвардия. Ну или, например, когда вот это все висит, сушится. Одежда напоминает какие-то, без своих хозяев, в таком вот виде, какие-то субпродукты, я вам сказала. И сундук. Старый бабушкин сундук. Я спала на таком. Вы на таком не спали в детстве случайно? В общем, вот шкаф Москвы. Рекомендую посетить эту выставку. Получите большое удовольствие. Всем хорошего дня. Пока-пока.